Продолжение следует... Продолжение следует... Около 400 записей вебинаров на нашем канале YouTube есть, поэтому подписывайтесь на наш канал, чтобы быть всегда в курсе того, что у нас происходит. Третья ссылка ведет на страницу онлайн-курсы, и она предназначена тем, кто хочет использовать Директ Академию в качестве площадки для обучения. 8 курсов в настоящее время представлено, но в ближайшее время должно быть больше. И четвертая ссылка ведет на страничку, где можно будет сразу после окончания вебинара получить сертификат об участии в нем. Ну и, наконец, я хотел бы проанонсировать три следующих онлайн-мероприятия, которые у нас пройдут. Вот они. Обязательно сообщу, и этот вебинар обязательно состоится. 29 числа Ольга Машкова из библиотеки имени Некрасова проведет вебинар под названием «Электронные ресурсы публичных библиотек». Ну и, наконец, 30-го, это пятница будет, 30-го ноября, Павел Слесарев, директор и основатель компании DreamStudy, проведет свой вебинар «Решение DreamStudy. Принципы целостности и бесшовности в онлайн-доставке образовательного контента». Прошу всех по интересу на какой-нибудь из этих, на эти вебинары пойти. Ну что ж, мое вводное слово закончено, и я передаю слово Александру Александровичу Андрееву для проведения сегодняшнего мероприятия. Так, что-то кто-то спрашивает прямо у меня. Ну, это надо спрашивать у Александра Александровича по поводу презентации. Если он считает нужным, он эту презентацию расшарит. Вопрос, будет ли она доступна для расшаривания, сразу тогда этот вопрос Александру Александровичу и задаем. Все, а я отключаюсь и иду. Так, спасибо. Уважаемые коллеги, вопрос традиционный, касающийся качества звука. Поставьте крестики. Спасибо. Вот, видеть меня не обязательно. Главная презентация. Вот, и хороший звук. Здесь я видел, присутствует Наумов. И вот я часто следую его примерам. Вот, Володя, отключая себя. Потому что мельтешение лектора, оно мешает часто восприятию материала. Итак, коллеги, я представляю Межотраслевой институт повышения квалификации. Меня зовут Александр Александрович. Сведения обо мне, если кто заинтересуется, можно найти в энциклопедии. Ссылка на которую указана вверху на слайде. И мой индекс Хирша 22, чем я очень горжусь. Значит, мой труд не напрасен, и я кому-то бываю полезен и интересен. Контактная информация представлена ниже, и я всегда открыт для общения. Коллеги, я не суеверен, но перед тем, как продолжать, все-таки нужно попросить покровителя интернета, назначенного римской папой, а именно Сидора Цивильского, о том, чтобы у нас вся техника работала хорошо. Вот, один раз я это забыл сделать, и, в общем-то, провайдер МГТС, в общем-то, подвел нас серьезно, отключив интернет. Итак, коллеги, мысленно я обращаюсь к Сидору Цивильскому и прошу его обеспечить технические условия проведения нашего вебинара. Итак, тема качества онлайн-обучения и его оценка. Своё выступление... Да, я хотел сказать коллеге, что все вопросы я не буду обращать внимание сейчас на чат, чтобы не отвлекаться на все вопросы, я выделю время в конце и отвечу на них. Своё выступление я хотел бы начать с демонстрации картины известного философа, ученого и художника Николая Рериха, который вы видите перед собой, и его цитату из его высказывания. Попросту это переводом на простой язык означает, что что бы вы ни делали, не создавали какой-либо, говоря современным языком, продукт, интеллектуальный или физический, прежде чем это делать, необходимо подумать о качестве. Иначе нас, вас и этого продукта ждёт вот такая печальная участь, которая изображена на этой картине. План достаточно насыщенный, коллеги. Мы поговорим о введении, рассмотрим, как подходят к оценке и оценивают качество онлайн-курсов за рубежом и у нас в России. И далее поговорим о типовом порядке проведения оценки. Я отмечу, коротко расскажу о том, как оценивается качество курса в современной цифровой образовательной среде. И сделаем небольшой практикум. Я всё-таки решил воспользоваться интеллектуальной мощью собравшихся. И мы сделаем небольшой краудсорсинг по реальной оценке массово открытого онлайн-курса. Чтобы опробировать ту методику, о которой я вам расскажу и которую я разработал. Итак, первый учебный вопрос – это введение в проблему. Вот вопрос чисто риторический к аудитории. Сформулируйте понятие качества образования. Я даже не требую, чтобы просто про себя это сделать. И я не прошу вас опубликовать это в чате. И только обращаю внимание на то, что вы автоматически, может быть, большинство из вас не начинает мыслить над тем, как ответить на данный вопрос, а сворачивает экран и заходит в какой-либо поисковик, чтобы посмотреть, что там об этом пишет интернет. Вот это странная у нас уже не странная, а обычная привычка. По-моему, лишает нас возможности сначала помыслить, высказать свои соображения, пусть корявые, а после уже смотреть, что по этому поводу думают другие. Давайте посмотрим, как к этой проблеме, над которой задумывались еще Элины, относились в прошлом. Скажем, философский подход к определению качества, он для меня показался поначалу весьма странным, потому что не могли же они так примитивно, в общем-то, и просто подходить к этому вопросу. Вы посмотрите на это определение, что это совокупность существенных признаков, отличающих предмет, то есть, например, по цвету красный, зеленый и так далее. Вот такая кажущаяся простота, она, в общем-то, действительно наталкивает, вызывает некоторые недоумения, что ли. Ну, не может быть, чтобы, вообще-то говоря, древние греки так просто подходили к этому вопросу. И вот сложность этого подхода можно выявить, ну, скажем, задумавшись над категорией красота, над которой они тоже вот сидели и размышляли. Так вот, посмотрите, элины говорили так, что, ну, мы можем сказать, что такое описать, что такое красивый дом, красивая лошадь и так далее. Ну, задумайтесь, говорили они, а что же представляет из себя само существо понятия красота? Вот то же самое можно сказать и о качестве, подходя с философской точки зрения. Ну, мы пойдем более простым путем, рабоче-крестьянским, качество определим как совокупность свойств, которые удовлетворяют нас или государство. А вот, а определять его будем мерой соответствия, условиями, требованиями, ну, стандартов, бог с ними, договоренностями экспертов. В конце концов, мы с вами можем собраться, договориться о совокупности таких критериев и отбирать хороших и плохих. Фактически, прямо получается по-маяковскому, что такое хорошо и что такое плохо. Сформировали и говорим, это плохо, а это хорошо. Так вот, коллеги, очевидно, я так полагаю, что качество онлайн-обучения определяется прежде всего тройкой перечисленных элементов учебного курса, студентов и преподавателей. Вот они в основном, в первую очередь, принимают участие. Можно продолжить еще и другие какие-то элементы, но мы, в общем-то, обращаем внимание прежде всего на эти элементы. Прекрасный курс могут загубить плохие студенты и так далее. Но мы в данном случае сделаем первый шаг. Мы будем рассматривать качество онлайн-курса, не касаясь студентов и преподавателей, считая, что они являют собой некоторый идеальный образ. Можно вообще говоря идти, не размышлять, не составлять каких-то теорий, критериев, а взять программу курса, запустить ее и в конце курса посмотреть, достигнут ли цели этого курса, который обозначен в учебной программе. И если они достигнуты, то однозначно вынести решение, что этот курс хорош. Но такой возможности у нас нет. То есть поучиться на оцениваемом курсе у нас задача не стоит, а нам нужно априори как бы оценить, хорошо это или плохо. Чтобы прежде чем учиться, значит, уже знать заранее, хороший он или плохой. Наверное, так будем подходить. Ну давайте посмотрим, что делается в мире по решению этой проблемы. Я занимаюсь этим вопросом в инициативном порядке несколько лет. Ну и выяснилось, что этими вопросами занимаются серьезные университеты, специализированные организации, профессиональные сообщества и даже частные лица. Тоже энтузиасты этого дела. Я выделил бы две организации, которые привлекли мое внимание. Я серьезно их изучал, структуру и деятельность. И поэтому возможно, что есть другие какие-либо, но я вот расскажу вам об этих организациях. Вот привожу примеры университетов, которые занимаются этими проблемами. В общем-то, каждый университет обязан, особенно с последними веяниями онлайнизации образования. Я так это назову. Я выделил Калифорнийский ПЭН-университет. Я их выбрал просто потому, что те подходы, которые они публикуют, их статьи на сайтах, они мне близки, понятны, написаны доходчиво в им языку. Среди наших отечественных организаций я бы выделил Томский университет, Поволжский университет, Волготех, ну и еще вот Политех не Московский, а Политех Питерский. На сайтах вы всегда можете найти их сайты и посмотреть, и убедиться, что они в этом направлении проводят большую работу. Среди российских организаций, вот я сначала с зарубежных организаций, о которых я буду подробно рассказывать, я выделяю организации, значит, компанию Learning Center Тихомирова, которая является генеральным директором. Кстати, вот четверг она будет проводить большую конференцию как раз по качеству онлайн-курсов. Только в корпоративном секторе, если учитывать, что за последнее время происходит интенсивное сближение позиций с академического сектора, то есть те, кто работает в университетах, колледжах, системы образования и корпоративных университетов, которые занимаются обучением своих сотрудников после того, как мы им, наша университетская среда, поставила выпускников. Акорг – это агентство, второе здесь я показываю, агентство по контролю качества, выпускает журнал. Ну, как-то в последнее время они ослабли, точнее говоря, более пассивно работают. Но, тем не менее, надо знать, я думаю, что они возобновят активную работу в этом направлении, в конце концов. Ну, и Института развития интернета – то же самое. Год назад они очень активно занимались этим вопросом. Собирали экспертов, совещания и так далее. Я тоже участвовал в этом, и я думаю, что получил большую пользу от их результатов и от знакомства с людьми, которые занимаются теми же проблемами. Ну, и в конце концов, я отмечаю вот такое сообщество в Фейсбуке, которое, я считаю, очень полезным, которое ведет Платонов. Валерий Николаевич, и оно, где я нахожу, в общем, всегда тоже полезные новые материалы по качеству. Ну, давайте более подробно, как я и обещал, из всей этой совокупности названных организаций и личностей займемся более подробно описанием достаточно мощных организаций, ну, американских, Quality Matters и европейской, вот, о которой я говорил. На данном слайде представлена заглавная страница этой организации, ее можно посмотреть, но я приведу здесь из-за ограниченности во времени, обобщенные такие результаты их деятельности, которые заключаются в следующем. Ну, во-первых, эта организация проводит научные исследования и исследует передовые практики по исследованию стандартов, по исследованию, значит, качества онлайн-обучения. Вы знаете, я тщательно обращаю и упорно, безуспешно обращаю внимание на то, что нужно все-таки проводить научные исследования, которые у нас не проводятся, несмотря на то, что сейчас развернута уже вот несколько лет идет программа, вот эта СОС, с таким странной аббревиатурой, с современной цифровой образовательной системой, на которую выделено 3 миллиарда рублей. Вот, и там никак, никоим образом не упоминается о том, что ни копейки не выделено на научные исследования в этой области. Я считаю, что это большим недостатком данной программы, и она в этом смысле не может претендовать на передовое место в рейтинге таких программ, касающихся онлайн-обучения. Далее, значит, надо было хотя бы посмотреть, что делается за рубежом, и увидеть, что все похожие организации занимаются этими научными исследованиями. Нужно выделить определенную сумму на долгосрочные или, может, краткосрочные научные исследования в этом отношении, а не раздавать лоты по неизвестно каким, собственно, критериям и результатам. Но это мое личное мнение, можно с ним и не соглашаться. Далее. Второе. Они занимаются, они, то есть, в данном случае, Quality Matters, это организация, подготовка экспертов. Одно дело, значит, человек-специалист в этой области, в которой он работает, в частности, в онлайн-обучении, но другое дело, работать в качестве эксперта. Для этого нужно специально готовить людей тоже, знакомить их с критериями, с порядком оценки и так далее. То есть, быть специалистом в этой области было мало, что, собственно, опять же, не учитывается у нас при проведении конкурсов на конференциях. И, в общем-то, не видно, как это будет реализоваться в этом ССОСе, в проекте ССОС. Далее. Активно идет подготовка преподавателей в области использования их рубрик. Оценок и других видов практик, практик по обеспечению качества. То есть, вот эти три мощные задачи, которые я считаю очень важными, они вовсе не учитываются в ССОСе. Я считаю, что это очень неправильно. Коллеги, я привожу вам пример из рубрики индикаторов более мелких, поскольку каждая рубрика состоит из индикаторов. И весовых коэффициентов. То есть, в данном случае подготовленный эксперт, получая курс для оценки, он пользуется приведенными индикаторами. Кстати, эти индикаторы очень-очень полезны. Я имею в виду даже... Их можно рассматривать как рекомендации к авторам курсов, и которыми он должен следовать. Это очень важно, понимаете. То есть, приблизительно, начиная проектирование онлайн-курса, уже знать заранее, на что обращают внимание эксперты, на что нужно обратить как автору внимание, значит, при проектировании и проведении этого процесса. Ну, даже самый простой пример, что вот здесь указано, что преподаватель должен представиться в форуме и в каком-то другом средстве коммуникации. И все члены группы, обучающиеся, тоже должны рассказать что-либо о себе. Приводятся примеры, шаблоны. Американцы любят шаблоны. Как это делается? Коллеги, это нужно, это просто необходимо в каждом онлайн-курсе, чтобы создать соответствующую психологическую атмосферу. Не всегда делается. Я, когда сам учился на зарубежных курсах, знаете, не знаю, кто учился. Это первое время, это одиночество, понимаете, отчаяние какое-то охватывает, по крайней мере, меня. Не знаешь, к кому обратиться, что там, как. Вот, потихонечку осваиваешься, но первые шаги очень сложны. И поэтому, вот, когда уже все поперезнакомились, может быть, кому-то обратиться за помощью в форуме, там, и так далее. То есть, вот, сформирование такого коллектива сплоченного, вот, это обязательное требование качества, понимаете. Ну, вот, я, несмотря на пропаганду таких вещей, не нахожу пока отклика. Ну, давайте перенесемся из Америки в Европу. Что там делается в этом отношении? Там тоже сформирована такая мощная система. Система, значит, наносит название ISB-чек. Ну, это и Ауропен, значит, Quality Building. Здесь, в общем-то, все перечисленные задачи она тоже решает. Вот, понимаете, два континента решают вот эти задачи. Наука, подготовка экспертов, значит, и подготовка преподавателей. Вот. Ни одна из них не решается в нашей аналогичной, в общем-то, можно сказать, проекте SOS. Тоже мне непонятно, почему. Ну, значит, вот я привожу на данном слайде. Я тут раскритиковал SOS, я чувствую, как их враг великий. Вот, а теперь они вообще будут меня подвергнуть обструкции после такого выступления. Так вот, коллеги, это главная страница. Вот здесь описана миссия. Ну, я вот перевяжу... Перевел дословно, пытался здесь как-то упростить, но настолько емко, что пришлось просто дословно переводить. Идея в том, что они вот не только занимаются, значит, развивают электронное обучение, вот, разрабатывают инструменты для его реализации, не только оценки. Вот, какие-то руководящие принципы разрабатывают, помогая этим, помогая и формируя сообщество, преподаватели, которые работяги, которые реально обучают людей, вот, они помогают. Здесь можно оценивать и оценить их качество, попросить помощи, и вполне деньги. Он поэтому и называется лаукост. Наших самолетов победа, вот, а лаукост, то есть доступные цены для всех, для всего это делают. Вот, они формируют, самое главное, что они формируют, значит, деятельностную среду. То есть объединяет вокруг себя заинтересованных людей, что-то похоже на сообщество. Они разработали тоже рубрики, которые представлены на данном слайде. Перевод их, вот, дословно ни о чем не говорит, хотя некоторые вещи, понятно, что они означают. Но требуется, конечно, более подробная их расшифровка. Тем не менее, поскольку штаб-квартира, по-моему, она, по-моему, а точно в Германии, в Гамбурге, по-моему, не буду врать, с немецкой педантичностью, что меня вызывает просто уважение величайшее, разработаны всевозможные инструкции для пооценки качества, критерии описаны. Вот для примера я привожу таблицу, так вам сейчас плохо видно, но когда вы получите презентацию, то вы увидите, что можете посмотреть более подробно. Здесь и номинование критерия, что он из себя, описание его, где его применять, как, инструкция эксперту, как его оценивать и так далее. Результат моей многолетней работы можно показать на примере вот такой таблички. Здесь не все, правда, приведены, но основные организации, которые я исследовал, который занимается той или иной степенью оценкой качества курсов. Здесь я просто привожу количество рубрик и индикаторов, из которых состоит каждая рубрика. И вы можете посмотреть, что этих индикаторов достаточно, диапазон разброса их достаточно большой, до 253, вот видите, больше 200. Вот в иленинг-центре при оценке корпоративных курсов тоже разработали достаточно мощную систему, хотя в последнее время они снизили это до единиц. блоков составляет порядка семи, что я считаю очень правильно, потому что все-таки оценивает человек, понимаете, и рассчитывать на то, что он может эффективно оценить по стольким, за разумный период времени, оценивать по стольким показателям, это неправильный путь. Но надо иметь в виду, что они вообще такие показатели существуют. Вот, я думаю, что это так. Мне хотелось бы в качестве небольшого отступления лирического рассказать о особенностях обучения на одном из курсов. который организовала, вот эта организация европейская, они сделали МОК, массовый открытый онлайн-курс, где, в общем, целью у них была подготовка сообщества, с которого они впоследствии могут отбирать экспертов уже для того, чтобы проводить оценку онлайн-курса. Здесь, в общем-то, это было в 16-м году, 10 преподавателей нас обучало, и обучающихся было порядка 5000 человек со всех континентов, больше всего было, пожалуй, из африканского континента. Вот. Ну, по крайней мере, они всегда бросаются в глаза. Я не расист, но отличить черное от белого всегда можно, а там каждый представлялся и обязательно был обязан опубликовать фотографию. Что интересного, я получил колоссальную пользу, хотя это мне тяжело удалось, обучение, но польза была большая. Здесь темы курса включали в себе понятия, электронное обучение, качество, вот, и в основном они были нацелены на презентацию рубрик, которым избитчик использовала, и как ими пользоваться. Собственно, понятно было, что их цель подготовка потенциальных экспертов для своей организации. Но, тем не менее, что меня поразило, что, во-первых, структуру платформы, это они сами делали, то есть, назовем их самодельная, что ли, платформа, она была, стояла из-под системы проведения вебинаров, их очень много было, автономных. Места хранения учебных материалов, по-нашему это список литературы, open house. Места для хранения материалов, доставляемых самими обучающимся. Это beta house. И вот этот прием, он, собственно, использовался, я тоже стал его использоваться, обращаю ваше внимание, если кто занимается онлайн обучением, то этот прием используют, переняли, ну, кроме меня, я знаю, что вот в степике на нескольких курсах тоже используется этот подход. Я скажу, здесь концентрируются материалы, которые нам преподаватели курса давали, список литературы, а здесь вот как раз то, что доставляют сами обучающиеся. Я скажу, этот список был более интересный, более обширенный, чем то, что нам давали преподаватели. Система форумов для общения. Она достаточно мощная и активно использовалась. И система геймификации. Значит, я вот до этого, прохождения этого курса относился очень, вообще не люблю играть, все игры, просто из-за того, что и так нет времени, чтобы играть. Но вот, в данном случае я вынужден был. И, видите, 16-й год, да, тогда еще только начинали пропагандировать геймификацию. Но здесь применялись такие приемы, которые, собственно, очень полезны. Во-первых, там, поскольку 5000 лет, там было автоматизированное знакомство. Не хорошо было говорить знакомство, какой-то другой термин, но, в общем-то, речь шла о том, что там было, значит, такое окно, где, в общем-то, каждые, с интервалом, там, два часа, появлялась фотография слушателя с его описанием, и спрашивали, кто это. И вот, ты играл Бугадайку в это, и в конце концов, вот через месяц обучения, я уже многих, по крайней мере, знал, что называется, в лицо. Это тоже очень важно. Вот, ну, обычные индикаторы индивидуального успеха. Вот, и что меня поразило, и что я вам хочу показать, это игровое оформление главной страницы. Оно меня поначалу совершенно ошарашило. Вот, ну, вот, в данном случае это вход для регистрации на этот курс. Вот сама, сама главная страница и рабочее место платформы. Как вы видите, здесь вот в такой совершенно неожиданной форме, которую, по-моему, я первый раз вижу такое оформление. Вот, здесь вот, видите, open house, здесь литература, ничего особенного, кликаешь, и там список литературы к каждой теме. Вот сюда мы складывали свои литературу, свою литературу, форумы, там, вебинары, комнаты вебинаров и так далее, да. Все понятно, но вот в такое расположение, в общем-то, ну, сначала мне не нравилось, а после я как-то привык к этому. Ну, вот, покажу, значит, это рабочий кабинет, или мой, ну, каждый имел такой кабинет. Ну, вот здесь справа лента, показывающая, значит, как ты продвигаешься. Это уже классикой стало, в общем-то, во всех, и в наших, тоже на российском портале открытого образования. Open Professional, все курсы построены на OpenEDX, вот, они имеют такую ленту успешности. Вот, и вот эти вот, собственно, бейджики, то есть, вот это элементы геймификации, которые мне просто сначала раздражали, то есть, после выполнения какого-то задания мне приходил вот такой бейджик, он располагался на странице у меня, и, в общем, все видели тоже, какой Андреев молодец. Значит, сначала мне это раздражало, а после даже, наоборот, стало нравится. Я некоторые задания уже делал, предвкушая, значит, того, что я получу за него какую-то, в общем-то, может быть, и несущественную награду, но, в общем-то, я всегда обращал внимание на сколько наград у других, у других членов, то есть, нашего сообщества. То есть, я хочу сказать, что, несмотря на уровень интеллекта, вот, элементы геймификации, они, видимо, у нас заложены в природе человеческой, и они действуют, я бы скажу, так, что не надо пренебрегать вот этими, вроде бы, несущественными вещами. Ну, вот, я познакомился, познакомился с таком курсе, на котором я учился, много полезных вещей, которые я еще не рассказал там, я вывел и использую то же в своих онлайн-курсах. Перейдем к третьему, значит, в конце концов, вот, к чему это все исследование проводилось, на указанных, в указанных организациях, то есть, исследовались эти критерии, показатели, их описание, вот, и удалось выявить следующий порядок проведения оценки. То есть, где бы, на каком континенте вы ни находились, в данном случае мне не удалось найти ничего другого, кроме того, что я вам говорил, говорю сейчас. Все они, все они. Первым шагом выявляются индикаторы, то есть, формируется, база индикаторов, показатели, критерии, как их можно называть, которые влияют на качество. Далее, вводятся для каждого индикатора, иногда и не вводятся, весовые коэффициенты. И далее, это эксперты, или подготовленные, или уж, чаще всего, за рубежом подготовленные, они оценивают курсы, и далее, обрабатываются, результаты обрабатываются, чтобы было удобно принимать решение о том, хорош он или плохой данный курс. В общем, очень все примитивно, и мне это факт, значит, исследований, очень как-то поразил этой простоте. Вся сложность заключалась в том, чтобы, значит, формировать индикаторы, вот, и выбрать соответствующие, в общем-то, целям, которые ставятся в данной стране, или организации. В результате исследований, я, я, без дела, это местоимение нехорошее, его не рекомендуют использовать. Ну, мне удалось, скажем так, сформировать на ваш суд вот такую блоки, или рубрики, у каждой из которых содержит еще набор индикаторов. Мне показалось, что он ближе, вот такой набор, в таком порядке, он ближе к нашему российскому варианту или модели представления учебного материала, который включает себя в самом примитивном понимании три функции, три блока. Учебные материалы, представить учебные материалы, дать возможность попрактиковаться, проконтролировать. Собственно, вот они собраны все в такой последовательности, понятные и ясные. В предсоветский блок мы посмотрим подробнее, но здесь название, автор, цели, программа и так далее. Далее идут коммуникации. Ну, ясно, что мы с вами находимся в онлайн, поэтому то, что мы делаем в оффлайне традиционное, то есть речевое общение и контакт, он заменяется общением через технические средства. Блок мотивации, собственно, он важен как внутренний, так и внешний, как онлайн, так и оффлайн обучение. Здесь он, конечно, имеет специфику, которая, в общем-то, в большей степени заключается и делается акцент в том, что не просто сагитировать, что называется, по-простому, а еще удержать в течение всего курса, то есть удержание, такая распределенная мотивация. Вот здесь я ввел то, что все, что до этого, на вещи такие очевидные, может быть, в деталях какая-то есть разница, но вот я все-таки обратил внимание на седьмой пункт, которую я нигде не встречал, ничего себе в Америке не открывал, но, по крайней мере, считаю, что это важное в настоящее время, особенно это воспитательная деятельность. Слово воспитательное мне не нравится, поскольку она сразу как бы нас направляет в дошкольному обучению, в детские сады, но другого термина какого-то адекватного обучения взрослых я не нашел. Вот, ну, казалось бы, так сказать, здесь непочатый край воспитательной работы в онлайн, ну, как минимум, как минимум, нужно ознакомить всех участников с онлайн-поведением в новой среде, то есть сетевым сетевым этикетом. Вот я просто иллюстрирую, что входит в это понять, поскольку в общем баталии в форумах разворачиваются весьма иногда неприятные. Ну, напомню, что при обучении в курсере, хорошо вам известной, значит, там берут подписку о том, что ты должен с уважением относиться к другим сообществам, иначе ты будешь исключен. В частности, вот программная среда, она включает в себя достаточно много элементов, вот, и оценивать это тоже, мы не будем же оценивать, конечно, Moodle, если там работаем, поскольку уже она данная среда нам, вот, хотя тоже можно высказать какие-то оценки по этому поводу. Маркетинг неприятная вещь, скажем так, для преподавателя, но ничего не поделаешь, создать хороший, качественный курс, это еще, собственно, меньше, чем половина дела. Очень много сил уходит, значит, и средства уходят на рекламу, на продвижение этого продукта, вот, поэтому, конечно, перекладывать это на преподавателя нет смысла, ему так хватает работы, но, в общем-то, при конструировании курса надо это учесть, хотя бы такой элемент, как вводная часть курса, трейлер, как его называют, сейчас, я не знаю, неприятное название такое, из кинематографа пришло, вот, увлечь, завлечь на свой курс, там, и так далее, для тех, кто ведет, значит, в государственных вузах, это менее актуально, там тебе дали задание, дали расчесовку и работы, да, по ВГОСам, в дополнительном образовании это уже играет существенно ну и что я тоже не изобрел, десятый пункт, вот, это не мое изобретение, просто обращаю внимание на важность его, в конце концов, это что-то имеет аналогию лайка, вот, такого обобщенного показателя курса, но это очень, действительно, очень важно, вот, если я спрошу, значит, у коллеги, которые пользуются моим уважением, как курс хороший, даже, я собираюсь на нем поучиться, стоит ли, если он мне посоветует, то я, собственно, отношусь к этому и даже не изучая там все остальное, я это под корку заложу и, в общем, постараюсь пройти этот курс. Так что, я считаю, что вообще говоря, можно все остальное отбросить, а оставить одни лайки крупных специалистов, не надо, сути, мелочиться, там, все равно, это, в общем, не столь важно. при выборе курса. Вот, ну, если по науке подходить, то, конечно, нужно строгие, построже относиться к остальным вещам. Я еще раз обращаюсь, что в данном случае это структурная схема, мы не анализируем качество курса по содержанию, здесь нужно приглашать специалистов, которые будут оценивать содержательную сторону вопроса. ну, вот, привожу, значит, здесь, раскрывая, хотя, один блок, это представительский блок, здесь название, автор, так далее, вот здесь сказано, да, программа, ну, собственно, все нам здесь известно, очевидно, но, просто для автора это нужно знать, по крайней мере, поставить год издания, авторское право, значечек, кто это делает? Никто, а зря. Вы можете посмотреть это все в спокойной обстановке, да, и даже представительский, глядя на представительский блок, я уже могу сказать о качестве курса, который идет дальше. Вот по этим материалам мной был подготовлен онлайн-курс, который, в общем-то, получил диплом первой степени, чем я очень горжусь. Как я вижу дальнейшее направление развития деятельности, значит, в области, которую я обозначил, ну, во-первых, коррекция и виды числа индикаторов. Коллеги, вот кто в этой области работает, у меня складывается впечатление, что они вот тасуют все эти вот критерии, выкладывают новые, ничего так вот, знаете, инновационного я не вижу, но вот я, собственно, шел тоже этим путем. Пока ничего другого я не могу отметить. Введение, здесь нужны нам какие-то новые, инновационные подходы, такие неожиданные, может быть. Значит, учет весовых коэффициентов введения, конечно, они очень важны. Ну, вот первая организация, это американцы, вводят их, я думаю, что их разумные такие коэффициенты, их можно даже перенять. Третьим я вижу совершенствование методов оценки, значит, качественные оценки, количественные оценки экспертом. Здесь хорошо работают нечеткие множества, понимаете, а как сейчас, просто суммируют и все, вот, и делают вывод хороший или плохой. Надо помнить, что работают люди, понимаете, здесь все нечеткие определения, вот как раз вот эта математическая дисциплина, она здесь хорошо работает, понимаете, все-таки мы работаем с людьми, они устают, значит, здесь много субъективных таких оценок. Я думаю, нужно идти этим путем. Ну вот, и другие, исследовать другие составляющие, во-первых, контентом, студентов, качество студентов, самих, о этом можно говорить, кто к нам сейчас приходит в ВУЗ со школы. Значит, мы так, мы ругаем ВУЗы, а, так, так, фирмы ругают ВУЗы, поскольку они готовят плохих специалистов. Вот. Дальше нужно... Нужно... Забыл мысль, ну, думаю, вспомню, потерял. Значит, дальше, последовательно, а, да, мы ругаем школы, что готовят плохих для нас студентов. Нас, фирмы, ругают за то, что мы, в общем, плохо учим и передаем такой контингент. Вот, я бы хотел сказать вот это, и где конец этому всему, значит, начало, конец, пока мне непонятно вечно. Ну, преподаватели, качество преподавателя, значит, здесь нужно, вот, я думаю, что нужно поисследовать, и внести вот в область. Так, нужно готовить экспертов очень тщательно, ну, и, естественно, поддерживать связи с сотрудничеством в других организациях, с зарубежными, особенно, они все-таки этим занимаются серьезно. Далее, я хотел просто коротко познакомить вас с оценкой качества онлайн-курсов в современной цифровой образовательной системе. Вот, хочу напомнить, что она состоит из трех блоков таких, чисто условных. Это единая система идентификации. Обращаю внимание, что сейчас без онлайн-курс, без проработки вопроса идентификации, он, в общем-то, не принимается на рассмотрение нигде. Это министерство наше любимое, оно на это тоже обращает внимание. Дальше, реестр, где собраны, собственно, данные, карточки по всем курсам, и цифровое портфолио, где собираются все успехи обучающихся данной системе. Коллеги, здесь очень мелкая схема, я привожу, вы можете ее после рассмотреть, но мне хочется сказать, что, просто сказать, что здесь много ступенчатая оценка качества, во-первых, если, вот сама, сама система, это СОС, да, вот его называют одно окно, не знаю, так назвали, сначала проходите оценку качества в своем ВУЗе, дальше, после того, как и формальная оценка при приеме, при загрузке на СОС, и далее идет у нас, далее идет у нас оценка и сообществ, и работодатели, и ФУМО, и так далее, то есть, этот курс, который несчастный курс попал сюда, он оценивается со стороны вообще всего, чего можно, и все это отмечается в карточке, значит, прежде чем вы начинаете учиться, и выбираете курс, у вас, значит, перед вами должно быть куча таких результатов оценки студентов, и бог знает чего, всего, чего можно, я не знаю, как этот вопрос будет решаться в этой системе, но тем не менее, проектируется, коллеги, вот в конце, я еще остался у нас немного времени, я все-таки решил ваш интеллект поэксплуатировать, следующим образом, пожалуйста, я тут разговариваю, всегда интересно руками что-то сделать, головой, поэтому я предлагаю вам зарегистрироваться, проверить, проверить то, что я вам предлагаю, ну вот Андреев такой набор предлагает, видите, до этого сколько предложений было, ну давайте попробуем, покритикуйте меня, вот я готов выслушать критику, и допускаю, что я здесь мог пойти не в том направлении, значит, зарегистрируйтесь на платформе Stepik.org, одна из моих уважаемых платформ, там бесплатно, выберите курс онлайн технологии Томского университета, поучитесь на нем, и изучив курс, оцените его по этим рубрикам, которые в десятибальной шкале, а результаты пришлите вот мне на почту, не знаю, насколько вы соберетесь и сделаете, но польза здесь большая, для меня несомненно, а для вас то, что вы посмотрите курс, который посвящен как раз массовым открытым онлайн курсам, ну, совсем неплохо подготовлен, значит, ну после оцените каждый из вот этих блоков в десятибальной шкале, ну вот, подошли мы к выводам, мы все переходим потихонечку в интернет, это объективные закономерности, Белл Гейтс говорил, что если тебя нет в интернете, ты не существуешь, я все больше и больше ощущаю правильность и мудрость этого высказывания, вот, многообразие курсов, которые сейчас появляются, вот, оно, конечно, требует каких-то методик оценки качества, вот, вопросами качества занимаются и частные организации, государственные и так далее, вот, и анализ показывает, что в целом все делают одно и то же, отбирают, формируют показатели качества, оценивают их каким-то образом и выносят решения, ну и вот я вам предлагаю курс, который, набор критериев, который вам, вы можете опробировать, покритиковать меня, прислать свои результаты. Ну, спасибо вам за внимание и терпение, что вы досидели, теперь я, у меня осталось немножечко времени и тут уже у нас не знаю, что делается, давайте я посмотрю, так, вот здесь красное, так, здравствуйте, здравствуйте, сейчас вы будете нажимать и они будут ползти, ну давайте первые вопросы, еще раз говорю, что если я не успею ответить на них, я, значит, Павел Юрьевич мне передаст их, я в индивидуальном порядке или в форуме на все отвечу, так, что-то здесь как-то не очень получается прочитать, так, Добрый день, Кресты, Крашенинникова, Любовь, Временно, развитие исследований и лайн-образования очень важно, такие исследования сейчас проводятся в большом бюл-кулюмнилидере, зная, занимается вышка, значит, да, ну это вот такое высказание, согласен, что по крайней мере вышка, вот в таком виде она не этим занимается, я перечислил, что тамичи в таком русле идут, ну вышка, она действительно все там держит до поры до времени, вот, так, что-то со звуком здесь, так, а вопросов мне смотреть, смотреть, где вопрос, я общий чат смотрю сейчас, так, причем, господи, ну там я не вижу, тут Травкин беседует с, так, ну конечно, вопрос, вопрос воспитательный очень важен, как минимум здесь нужно соблюдать некоторые правила, это вот воспитывать, ну как детей мы воспитываем, это плохо, это хорошо, вот, как у, как у, начиная с этого, как у Маяковского, да, что такое хорошо и что такое плохо, ну вы тут, значит, у нас любовь с, с уважаемым Иваном Травкиным схлестнулись в споры, так, теперь, значит, в вопросах отдельных, тут Крашенинкова любовь, как вы считаете, можно ли в официальном документе применять термин цифровое образование или это все-таки дистанционное, значит, я могу, естественно, вы меня спрашиваете, в официальных документах, не знаю, но лично мое мнение, что мы занимаемся дистанционным, вот я то, о чем я сейчас говорил, дистанционное обучение через интернет, онлайн обучение, вот, а называть его цифровым, электронным, это уже дело вкуса и моды, я бы сказал так, я как инженер знаю, что есть аналоговые сигналы, есть цифровые сигналы, аналоговые потихонечку отказываются, поскольку они не точно передают информацию, переводим в цифру, тут все было ясно, понимаете, в технике, ну, вот это вот новый термин взяли, мне кажется, ну, для больше, для формы, и так все в цифре, понимаете, надо же как-то было возбудить интерес к чему-то новому, так что я думаю, что это все электронное, цифровое, все едино, просто со временем их используют, так, коллеги, все остальные вопросы, и я вас прошу, конечно, нижайше поучиться на курсе, Томского университета, он неплохо сделал, сделали его молодые ребята, вот, и посмотрите, насколько применимо, насколько применимо те предложения, которые я ввел, вот дискуссию, я сейчас тоже не могу вникнуть в дискуссию, значит, Крашенинниковой и глубоко уважаемого мной Ивана Травкина, вот, вот, ну, я думаю, что здесь нужно просто подумать, я не знаю, лекция такая вещь, она ориентирует, задает какие-то вопросы, а надо спокойно размышлять, если вы заинтересованы в этой теме, в развитии ее, то давайте пишите, подключайтесь к группе, которой я занимаюсь, вот, вместе чего-нибудь придумаем, по крайней мере, если кому известно, что там сейчас делается в СОСе, по поводу, вот, определения качества, я был бы вам благодарен, потому, что деньги раздали лоты, а что там дальше делается, это трудно узнать. Так, время наше кончилось, вопросы, я еще не знаю, так, я посмотрю еще в общем, а здесь Павел Юрьевич, нам дал возможность задержаться, в том смысле, что, если у вас какие-то вопросы есть, то нам Павел Юрьевич дал возможность еще здесь подискутировать, но что-то здесь народ, видимо, первый раз с этой столкнулся проблемой, вот, я-то этим занимался много лет, вот, я посмотрел вопросы, вот здесь Валерий Иванович мне рекомендует посмотреть вопросы, я там увидел только вопросы Хрошининниковой, больше нет вопросов, для меня самое интересное это вопросы, понимаете, вот то, что я вам сейчас рассказал, ну, рассказал и рассказал, я там не куча статей по этому поводу, ничего особенно нового я не обнаружил, вот, ну, посмотрите в записи, Иван Юрьевич, я вас прошу, значит, вот, подойти предвзято к тому, что я предлагаю, вот, поскольку я, значит, с ветчайшим уважением относусь к вашему интеллекту, поэтому мне будет интересно, ну, берите, коллеги, только ссылайтесь аккуратно, аккуратно, презентация, а, по-моему, да, пожалуйста, берите все, пользуйтесь, только аккуратно ссылайтесь на это, потому что, потому что часто бывает, видишь свои материалы уже за другой подпись, это, конечно, не очень, оставляет очень плохой осадок, так что, пожалуйста, все для вас, а, да, давайте, цифровизация, ну, коллеги, ну, мы видим, что цифровизация, это, ну, это просто какой-то импульс новый, вот, я хочу действительно вникнуть, почему стали использовать новый термин, ну, мне кажется, это больше политическая такую подоплеку имеет, ну, если вы будете информатизацией, мы всю жизнь, значит, несколько лет занимались информатизацией, а теперь цифровизацией, ну, для педагогов, это, в общем-то, вот, одно окно, этим я занимаюсь, это мне очень интересно, там основой является качество онлайн-курсов, вот, по краю, он еще не закончился, это окно, вот, результатов шума после начала этого проекта сейчас как-то поубавилось, я не имею доступа, к сожалению, к состоянию дел, вот, и с удовольствием бы сам познакомился, вот, с аналогичными мыслями, сейчас качеством полотом, полотом, который эти деньги выделяли, занимается качеством, им поручено было ранхиз, Академия народного хозяйства, ну, я знаю, насколько они никогда этим не занимались, мы получили вот этот грант, как у них дела, я даже не знаю, к кому обратиться, кто этим занимается, так что, если кто-нибудь мне подскажет, нет, Галина Васильевна, я не являюсь экспертом в этом проекте, хотя, очень, с удовольствием был, экспертом, принял участие, но меня не взяли, там свои люди, у них свое, так сказать, вот сообщества, они со стороны не берут никого, тем более, с какими-то идеями, не совпадающими с этой группой, поэтому, в общем, приходится наблюдать это, со стороны, что называется, но, тем не менее, вот я ищу сообщества единомышленников, вот в таких сообществах, и жду ваших писем с оценкой, помогите мне, пожалуйста, все свои научные исследования провожу, вот за счет краудсорсинга, так что, вот то, что я вам предлагаю, это, собственно, элемент тоже научного исследования, мне интересно, как вы оцените хорошо мне известный курс, вот, скажем, по общей оценке, как вы выставите ее, вот этот лайк, как он будет влиять, вот это начало, действительно, научного подхода, то, что я ждал от этого социуса, а приходится делать, вот, собственно, за счет своего времени и ваших интеллектуальных сетей, так, ну, все, в общем-то, ребята, здесь пока я больше ничего не вижу вопросов, вот, Иван Травкин здесь поздно подключился, он, конечно, его мнение, я думаю, что он мне напишет, и мы обсудим, ух ты, здорово, вот это, вот это мне, смотри, для меня, это важная часть очной культуры, в онлайне они не нужны, лекции не нужны, так, нужен другой формат онлайн практикума, то есть, я сейчас прихожу к какому-то перевернутому, да, Иван Юрьевич, интуитивно я к этому подхожу, но сам пока действую по старинке, значит, лекции, особенно лекции, я учился на курсах и в Курсере, и на других вот курсах, еще тоже с вами согласен, там эти лекции, они еще укорочены, да, без текстового сопровождения, то есть, вообще, вот я, последний курс, который я закончил, это физтеховцы, основы, по-моему, проектирования онлайн курсов или что-то в МОКах, вот, физтехи, вот, я был просто, умолял их, во-первых, дать текст какой-то к их укороченным лекциям, те прочитали лекцию, ну, вот сами посудите, небольшой кусок лекции, и все, и список литературы, там тоже, список литературы, нужно давать ссылки, которые, во-первых, не просто литература, а уже сформированную, сформированную, как бы сказать, уже взятые, взятые фрагменты какие-то, которые мне нужны для углубленного изучения, вот, их нужно изучить сначала, а просто по лекциям, и после я даю задание какое-то, но этого материала мало, я, в общем-то, согласен, мне лекции ничего абсолютно не давали, никогда, ни в первом, ни в втором, но посмотрел он этого лектора, красиво говорит, ну, и ради Бога. Во-первых, без текста, вот, в курсере, там лекция, и внизу текст этой лекции, вот, у физтеха я еле выпросил этот текст, что они под конец курса выложили текст, вот, я им писал, что я не могу со слуха вообще, говорят, что-нибудь понятие, после закона, приходилось конспектировать их, дальше некуда, вот, ну, Иван Юрьевич, ну, должна быть очна, а если нет возможности очна? Да, вот, насчет модерируемых дискуссий по источникам, да, это, в общем, это, это сложно, это вообще, вы изведете, значит, по трудозатратам преподавателя, вот эти модерируемые дискуссии, вот, в небольших группах, вообще, говорят, до 20-20-30 человек, это все терпимо, когда у вас больше, вы умрете тут дискутировать, нужен тогда не один преподаватель, а помощники, менторы, как называют буржуазии их на Курсере, без ментора, а менторы, это что, это, ну, они, правда, я встречал, всегда в группе находится какой-нибудь человек, который тебе безвозмездно помогает, он продвинутый и так далее, но это тоже один раз попадется, а другой раз никого нет, только онлайн-обучение, там лексика кино, то есть, театр на первых парах кинематографа, да, ну, согласен, Иван Юрьевич, ну, видите, вы сейчас переворачиваете, сейчас, если бы вас встретил, послушал вообще, в очно ректор Вышки, он бы, конечно, вас расстрелял, потому что, в общем, к таким мыслям приходит человек, который, люди, я в том числе, которые, сами, что-то делают в этой области, учатся часто на этих курсах, изучают их глубоко, вот, а начальство высокое, они вообще сами-то никогда толком не изучили, не проходили эти курсы глубоко, вот, поэтому у них такое воззрение, что лекции, и все, этого достаточно, пускай, ну, как цитирует Кузьмина, если у, если плохой лектор у вас, замените его лекциями из, российского портала открытого образования, ну, и что, вы знаете, вот, это вообще, не знаю, такого быть не может, кстати говоря, вы знаете, бунт в, ну, Травкин, наверное, знает, да, это в университете у вас, федеральном, дальневосточном, студенты отказались учиться, вот, по лекциям МГУшным, правильно, в общем-то, этого мало, понимаете, это хорошо, это хорошо, как дополнительный материал, ну, а за основу брать, ну, наверное, не очень хорошо, да все вы правильно говорите, Любовь Венеевна, да я все с вами согласен, да, вот, согласен с вами, но все-таки я на сегодняшнем этапе рассматриваю это все как больше вспомогательный материал, понимаете, для развития, вот, основа все-таки, основа должна быть, наверное, другая какая-то, вот, Травкину надо опять что-нибудь написать, какую-нибудь статью, все его мысли, иначе, он там, он на своем, в своем университете, где-то далеко, там они и пропадут, затеряются, в Южно-Сахалинске, вот, ну, коллеги, давайте мы заканчиваем, эту дискуссию мы можем вести, если можно, значит, где наш, Павел Юрьевич, Павел Юрьевич, ну, всю эту дискуссию можно перенести, и, за пределы, ага, за пределы, я думаю, за пределы, мне, конечно, очень интересно общаться с моими коллегами, с Крушенинниковой и Стравкиным, но интересно было знать мнение других людей, но они, видимо, еще пришли не совсем подготовленными, в этой области, так, ну, после у меня будет возможность еще посмотреть вопрос, я так, сходу, тоже тяжело читать, текстом, вот, вообще, надо было, надо было, в принципе, здесь есть возможность, заслушивать текст, не текстом писать, а, подключать изображение, нескольких человек выводить на экран, и дискуссию, настоящую дискуссию делать, словесную, вот, потому что, все-таки, текст, он, искажает, так, Павел Юрьевич, ну, мне можно завершать, завершать, можно, давайте поблагодарим, Александра Александровича, за замечательный вебинар, за то, что у нас сегодня в чате было активно, я со своей стороны хотел бы также поблагодарить всех, кто принял участие, особенно, тех, кто принял участие, активно, Любовь Вениаминовну, Иван Юрьевича, ну, и других, кого я, может быть, не упомянул, вот, всех вас я приглашаю на наши вебинары, на вебинары Директ Академии, напоминаю, что сертификаты вы можете при необходимости приобрести вот по этому адресу, они уже сформированы, вот, ну, что ж, давайте будем прощаться, еще раз огромное спасибо Александру Александровичу и всем вам за участие в вебинаре, до свидания. И вам спасибо, коллеги, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok